Добрый день. Немецкие СМИ много пишут о России и странах СНГ. В нашем веб-обзоре De Factor мы собрали наиболее заметные и интересные комментарии и оценки. Конфликт на Украине продолжает оставаться одной из ключевых тем в немецких СМИ. В комментарии под названием «ложный образ врага» постоянный обозреватель журнала «Шпигель» Якоб Аугштайн отмечает, если политика Меркель в отношении России вредит интересам Германии, то Путина как раз устраивает курс конфронтации. Вместо того, чтобы пойти по пути модернизации, хозяин Кремля легко зарабатывает популярность у россиян, демонстрируя силу в Крыму, полагает журналист. Однако, по словам Аугштайна, Россия обладает лишь тремя инструментами влияния в мире – газом, вооружениями и постоянным местом в соввезе ООН. Обозреватель газеты «Тага Шпигель» Кристоф фон Маршал в комментарии «Спасибо, Владимир» рассуждает о том, что Европа и США преодолели противоречия в отношениях друг с другом, во многом благодаря агрессивной политике Путина в Крыму. Конфликт на Украине дал американцам и европейцам шанс пересмотреть стратегические цели и вместо развития азиатского направления в экономике перейти к более активному обсуждению трансатлантической зоны свободной торговли, считает автор. При этом фон Маршал уверен – присоединение бывших советских территорий не сделают Россию и Путина сильнее, а наоборот – ослабят госбюджет. Корреспондент газеты «Тага» с сайтом в Брюсселе Эрик Бонзе считает, что Западу и Европе следует отказаться от однобокого подхода к российско-украинскому конфликту. По мнению журналиста, убийство одного из лидеров правого сектора, отставка министра обороны и, наконец, скандальный телефонный разговор Юлии Тимошенко заставляют сомневаться в дееспособности нынешнего украинского кабинета. Бонзе убежден – для оказания финансовой помощи Украине недостаточно выдвигаемых Киеву условий демократических реформ. Украина сможет выздороветь только если Запад перестанет делить участников конфликта на врагов и друзей, пишет автор. В газете «Зюдойче Цайтонг» обозреватель Даниэль Брёсслер отмечает, несмотря на выход России из «Большой восьмёрки», Запад продолжит диалог с Путиным. Однако после аннексии Крыма Кремль полностью утратил доверие на международной арене, пишет журналист. По его мнению, дальнейшие попытки захватить регионы на юге и востоке Украины обернутся для Путина серьезными санкциями и последующей экономической катастрофой в России. А обозреватель Deutsche Welle Бернт Риггерт полагает, что для российского президента был важен сам факт участия в «Большой восьмёрке», поэтому исключение России из элитного клуба можно расценить как дипломатический успех Запада и как пощечину Путину, пишет автор. При этом Риггерт предупреждает, Евросоюз и США не должны игнорировать Россию, чтобы предотвратить разрастание кризиса, новый раскол Европы и возврат к временам Холодной войны.